Привет всем, и да, сегодня будем смотреть и играть в игру под названием Inter The Haze, и может показаться, что это очередное выживание зомби, но знаете, не все так просто. Учитывая качество и количество игр из раннего доступа в стиме, можно уже отметить довольно неплохую графику и хорошую оптимизацию. Да, что ж тут говорить, за время своей игры я не обнаружил каких-то ошибок, вылетов или чего-то подобного, что можно было вполне себе ожидать. Что ж, вот такой вот начал игры. То есть ни тебе вступительных роликов, ни обучения, мы даже не понимаем, за кого мы играем, но судя по внешности, играем мы за какую-то офисную версию Макса Пэйна. И посмотри, судя по всему, неплохо так он тут обустроился, у него тут уже какая-то чашечка кофе, какие-то разбросанные книги, какие-то закуски есть, но вообще наша главная задача это продержаться 12 дней, после чего за нами прилетит вертолет спасения и заберет нас отсюда. А сейчас мы будем собирать различные ресурсы, искать какие-то продукты, изготавливать какие-то инструменты, чтобы открывать вот, например, такие вот контейнеры. А для этого нам нужна отмычка. Так что сейчас мы находимся на какой-то крыше, и судя по всему тут велась какая-то стройка, что ли. Либо он тут уже давно. Но в любом случае игра у нас еще на ранней-ранней стадии. Но даже сейчас стоит отметить довольно приятную графику, неплохую анимацию персонажа, и, пожалуй, да, я думаю, уже можно отметить старания разработчиков. Потому что по меркам раннего доступа и стима игра имеет довольно приятный вид, и уже сейчас неплохо играется. Так, смотри, мы уже собрали достаточно ресурсов. Давай, наверное, соберем еще немного, и попробуем это отнести на склад. После чего, я думаю, можно было бы починить один из верстаков. Вообще сейчас ночь, и, судя по всему, снег какой-то. Можно было бы растопить вот эту вот бочку. Погоди-ка. А, доски. Знаешь, мне доски сейчас понадобятся, судя по всему, для ремонта. Да, поэтому я бы не стал ими разбрасываться. Давай, наверное, попробуем их положить на склад. И уже посмотрим, что у нас тут есть еще. Так, смотри-ка. Вообще, крыша довольно приятная здесь. Довольно много различных, хотел сказать, инструментов, но нет. От различного хлама, с которым мы можем взаимодействовать. Плюс, это, судя по всему, ловушка под голубей, или, не знаю, под крыс. Без понятия. Но, нам, думаю, это еще предстоит узнать. Так, а тут мы, пожалуй, ничего пока не можем собрать, потому что у нас нету инструментов. Здесь нужна отмычка, здесь нужен лом, здесь нужна какая-то пила, чтобы распилить эти доски. Хотя он мог бы их и ногами, судя по всему, как-то разломать. Ну, ладно. Так, давай-ка тут еще немножко разберем еще чего. Так, вот тут у нас шкафчик. Так, ну и, судя по всему, мы сейчас можем отремонтировать верстак. Так, отлично. Вот он у нас появился. Смотри, то есть можно сделать себе пилу, но для этого нам требуется немножко металла и, конечно же, немножко инструментов. Так что, давай, наверное, на это нацелимся. Попробуем приложить сейчас вещи на склад. И, наверное, можно было бы продолжить свой путь по этой крыше. Так, вот у нас уже немножко металла, вот в этой большой куче. Так, а это, судя по всему, наша теллица или что это такое? Давай подойдем и посмотрим. Так, отлично. Так, что это вообще такое? Ну, напоминает какой-то... Да, какой-то огород. Действительно, смотри. То есть, пока что у нас семян нету, но, судя по звуку, тут уже какие-то сверчки обитают. Мог бы их попробовать половить. Так, немножко хлама. Отлично. Что у нас тут? Ммм, смотри. Кожа, какие-то чипсы, судя по всему. Ну, я думаю, мы уже можем сделать себе какую-то пилу, или можно было бы даже починить еще один верстак. Так, ну, давай, наверное, сейчас вот тут еще посмотрим, что есть. Ага, пакеты. Пакеты это, наверное, пластик. Или что это? А, нет, стоп. Ракс это, наверное, просто имеется в виду мешок. А мешок мы можем, наверное, как на какую-то ткань переделывать. Так, ну вот, сау-блэйд. То есть, мы сейчас изготавливаем себе пилу, после чего можем пойти и, наконец-то, распилить себе досок. Так, где они тут? Доски, доски, доски. А, вот они. То есть, мы получим немножко гвоздей и немножечко досок. Давай, давай. Ну, конечно, анимация неоправданно долгая. Так, и у нас вот такие вот коробочки выпадают. Аккуратно так падают, причем. Ну, ладно. Сейчас мы тут соберем и попробуем отнести это на склад. Так. Что нам, получается, нужен сейчас лом. Но для изготовления лома нам нужен другой верстак. Так что, давай посмотрим, что для него нужно. Так, а для него нужно еще немножко досок и немного металла. Ну и, конечно же, немножко изоленты. Куда же без нее. Так что, давай сейчас отнесем все это на склад. И посмотрим, что мы можем еще сделать. Так. Здесь можно было бы изготовить себе канат. Судя по всему, роб это же канат. Или веревка. Ну, наверное, веревка скорее. А, ну вот, смотри. Это получается маска. Но для этого нам нужна ткань. Ага. То есть, сначала мы изготавливаем ткань. Потом делаем себе маску. После чего мы пытаемся... Так, здесь же... А, смотри. Требуется пила. Так. Юнит сау-блэйд. Так, у меня есть же. Разве... А, подожди. Неужели он переложил свою пилу на склад? Не верю. Неужели? Так, давай посмотрим. Если... Да. И вправду переложил пилу. Так что, давай ее заберем. И попробуем вернуться. Ну, судя по всему, здесь более... Как-то... Востребован лом. Ой, то есть, не лом, а этот... А, ну, фомка. Хотя, можно и лом сказать. Так. Сейчас. Погоди-ка. Что у нас тут? Отлично. Что ж, и вот у нас вертолетная площадка, откуда нас и должны забрать. Ну, а сейчас мы, пожалуй, продолжим свой путь. И попробуем насобирать еще каких-нибудь инструментов. А, вот, смотри, еще доски. Отлично. Сейчас мы тогда соберем вот это вот и попробуем починить еще один верстак. Пока что все у нас относительно неплохо. У нас есть инструменты. Да, нам холодно. И, возможно, он даже чем-то заболеет, простудится. Я надеюсь, тут пока что такого нету. Но... Сейчас. Угу. У нас довольно много гвоздей. И у нас уже есть дверь, в которую мы можем войти и как-то посмотреться, что у нас есть на нижних этажах. Ну, сперва, я думаю, нам нужно изготовить себе... То есть, смотри, нам не хватает на фабрик буквально одного пакета, одного мешка. И после чего мы можем изготовить себе вот такую вот симпатичную маску. Ну и, конечно же, на вот этот вот верстак нам не хватает древесины и какой-то изоленты. Так что, давай сейчас попробуем немного осмотреться. Там вроде бы был какой-то мусор, который мы еще не подобрали. Так что, вот. Это какой-то... А, пустая бутылка! Слушай, ну она нам понадобится, конечно же. Так, и семян у тебя с собой никаких нету, да? Грязная вода. Угу. Ну, давай соберем. Так. И, конечно же, можно было бы посадить немножко клубники. Либо каких-то трав. Херб. Херб это просто трава, имеется в виду. Так, ладно. В любом случае, давай тогда попробуем... Нам не хватает буквально одной ткани. Хочешь сказать. Либо тут есть еще какое-то место. Да, вот. Мы там еще не были. Отлично. Хотя, смотри, у него тут такая груда какого-то хлама. Почему он там не может что-то собрать? Ну, ладно. В любом случае, давай тогда тут посмотрим, что вообще есть. Какие-то коробки. Так, вот. Тут еще немного у нас что-то завалялось. Так. А тут у нас будут и мешки, и металл, и, в общем, много чего интересного. Так. Давай тогда вот это еще соберем. Нам как раз-таки совсем немного осталось древесины. Ну и, конечно же, мешки мы сейчас используем для изготовления своей маски. Так. А что у нас тут? Так. Немножко гвоздей. Отлично. Ну, гвоздей у нас сейчас прям очень много. Но, судя по всему, мы потом их будем использовать в качестве патронов. Так что... Да. Гвоздики нам еще понадобятся. Так. А что у нас тут? А тут пока что у нас ничего. Давай тогда спустимся и посмотрим, что уже будет там. Так. Конечно, путь у нас не самый быстрый. Быстрого перемещения у нас тут нету. Так что приходится своими ножками ходить туда-сюда. Ну и также у него тут есть шкала сна, шкала температуры, шкала еды. Ну и, соответственно, воды. Так. Вот. То есть мы можем сделать себе вот такую ткань. И, наконец-то, изготовить себе вот такую вот масочку. Ну и, конечно же, фильтр, чтобы порамывать себе водичку. Так. И, конечно же, у нас сейчас нету изоленты. Да. Что ты будешь делать? Ну, смотри. То есть мы сейчас можем надеть вот эту маску. Так. И, пожалуй, я оставлю себе... Не знаю, пилу с собой взять или оставить ее здесь. Давай, наверное, оставим. И попробуем спуститься на нижние этажи. Потому что у нас сейчас не хватает изоленты. И я не думаю, что мы ее в ближайшее время как-нибудь найдем. Так. А с чего это делается? Ага, проволока тебе нужна. Ну, проволоки, к сожалению, у меня нету. Так что давай, наверное, спустимся. Так. Ага. Тебе, получается, нужна пила с собой. Все-таки ему нужна пила. Ну, давай тогда вернемся за пилой. Что ж, ну мы взяли пилу и взяли пустые бутылки, чтобы немножко пополнить запас воды. Так что давай отправимся на 39 этаж и посмотрим, что нас там будет ждать. Так. И, о, черт, я же забыл про маску. Давай-ка ее сразу оденем. Отлично. И, судя по всему, здесь еще одна маска. А зачем тогда я делал свою, спрашивается? Ну, ладно. В любом случае, давай тогда зайдем в туалет. Тут, судя по всему, ничего интересного. Но в любом случае мы можем пополнить запас каких-то вещей. Например, вот набрать себе бумаги и какого-то мусора еще использованного. Скорее всего, да, собирать туалетную бумагу использованную. Это, конечно, уровень. Но все же она нам понадобится в нашем строительстве. Так что давай-ка все это заберем с собой. И заодно соберем немножко себе грязной воды. Потом уже ее можно через фильтр будет прочистить. А пока... Давай-ка осмотримся на этом 39 этаже. Это, судя по всему, зона для курильщиков. Выглядит, на самом деле, довольно жутко. Ну да. Что ж. Что у нас тут будет? Так, немножко мешков разных. Ага, тут требуется отмычка. А что у нас тут? Ну, нарисованы инструменты. Видимо, опять же, что-то для строительства. Так, подожди-ка, а это еще что? Да, это гвоздемет! Вау! Ты посмотри, наше первое оружие. Ну и выглядит довольно солидно. Как я понял, в рукопашку наш герой не может сражаться. Но вот тратить гвозди, которые мы можем потом использовать как раз-таки для изготовления некоторых инструментов и для создания или ремонта станков, он как раз-таки может этими гвоздями пользоваться. В качестве боеприпасов. Что довольно странно, ведь... Блин, нам эти ресурсы нужны для строительства, а не для отстрела зомби. Ну, что ж. Давай тогда посмотрим, что у нас тут будет. Так, а это еще что? Тебе требуется пустая... Ах ты ж, черт тебя, дери! А у меня только грязная. Ладно, может быть найдем еще какую-нибудь пустую бутылку. Но в основном все, что мы находим в этом офисе, это бумага и гвозди. Что довольно странно, ведь это не строительный магазин, это... Черт подери, офис! Дайте мне хотя бы стаканчик воды, ребят. Так, ну вот. Изолента, опять же гвозди. Блин, везде одни гвозди. Сколько можно? Так, опять же гвозди. Болты. Слушай, может быть это все-таки строительный магазин какой-то? Ну вот серьезно. Так, ну вот. Еще гвозди. И какие-то инструменты. Так, а тут... Ах ты ж, елки-палки. А у нас полный инвентарь. Конечно, можно было бы что-то выкинуть, но я боюсь, мне все это понадобится. Ну, либо мы могли бы просто-напросто сюда еще вернуться. Смотри. Опять же, изолента, бумага. Ну, давай тогда пойдем обратно на базу. Выложим все, что у нас есть. И попробуем вернуться. Может быть, попробовать распилить вот этот вот комод из Икея. Так, сейчас, погоди-ка, погоди. Ну-ну-ну-ну-ну, давай. Мне эта древесина понадобится. Отлично. Ну и давай тогда на базу. Там попробуем все это выложить. И может быть даже починим что-то. Так, торговые автоматы. А с ними я взаимодействовать не могу. Подожди-ка, давай-ка я по ним выстрелю. Нет, нет. Они, к сожалению, не ломаются. Ладно. Давай тогда на базу. Так, а тут у нас все еще падает снег. Ну, выбрал, конечно, ты время. Для того, чтобы тут на крыше ночевать. Ну ладно. Давай тогда все это выложим. И посмотрим, что у нас тут еще можно будет починить. Так, вот этот вот станок. Да, отлично. То есть вот мы его починили. И теперь смотри, мы можем изготовить пистолет. Но для этого нам нужны сломанные части пистолета. Также можем изготовить отмычку. Но тут нужны тоже какие-то инструменты. И какой-то хлам, которого у нас нет. Ну и, конечно же, лом. Который мы также не можем изготовить. Так, давай тогда попробуем вернуться. У меня вроде бы как все имеется. Так, отлично. 39 этаж. Что ж, мы вернулись. Но, судя по всему, здесь не то чтобы прям много ресурсов. То есть да, они есть, но не в огромных количествах. С другой стороны, это наша первая локация. Что ж тут. Так. Ага, смотри. Еще болты. Еще гвозди изолента. Так, может быть тут хотя бы будет какой-нибудь шоколадный батончик. Ну, пожалуйста. Да, смотри, есть один. И какой-то ключ мы получили. Так, там бумага у нас. А что у нас здесь будет? Изолента. Отлично. Так, опа-на. Смотри, зомби. Но он нас, судя по всему, не заметил. Плюс он закрыт. Так что... Ой-ой-ой. Погоди. Поменяем маску. Отлично. Та у нас закончилась. Поэтому... Да, надо за этим следить. Если у нас не будет маски, то мы просто задохнемся здесь. Так, инвентарь полный. Так, а что мне выкинуть? Давай, наверное, используем ключ. Там, кажется, в той стороне я видел еще какие-то двери. Вот. Попробуем ее открыть. Так. Отлично. И, судя по всему, он у нас потратился. Так что давай вернемся и наберем себе вот этих мешков. Которые мы можем использовать для создания еще одной маски. Так, вот, получается... Да елки-палки, опять забит. Ну, давай шоколадку скушаем. Как ее скушать? Так. Отлично. Съел. Ну. И в итоге пустую бутылку ты не смог взять. Да что ты будешь делать? Давай ее тогда заберем. Вот так вот. И попробуем наполнить вот здесь уже. Так, смотри, а нашему персонажу холодно. Да, блин, а что ты будешь делать? Постой, постой, постой. Инвентарь полон. Да, ладно. Давай тогда обратно на базу. Я не ожидал, что он так быстро околеет у меня от холода. Да и почему ему холодно? Мы в офисе. Какого черта? А, это и ладно. База. Так, в итоге нам нужно срочно отогревать нашего персонажа. Давай, 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 давай. Где у нас тут? Хоть немножко древесины. Ммм. Отлично. Так, ну вот. То есть я не понимаю, где он получил обморожение вот это вот? Может быть это какие-то химикаты, на которые мы наступили? Вполне возможно. Ну, в любом случае мы начали согреваться, поэтому... Давай сейчас попробуем что-нибудь сделать. Так, что у нас тут имеется? Угу. Смотри. Ну, пила нам, наверное, сейчас даже и не нужна будет. Поэтому давай, пожалуй, оставим себе маску. Так. Я думаю, ее можно и снять. Так. И что у нас тут еще есть? А, ну вот. Пустая бутылка. Отлично. То есть можно было бы... А, он уже отогрелся. Слушай, ну, тогда мы можем вернуться обратно в офис, раз такое дело. Просто нам нужны инструменты, у нас нету сломанного лома. Так что давай попробуем. А, смотри, тут даже есть карта. То есть мы заходим вот тут. Получается, мы были где-то... А где мы были? Я не понимаю. В каких помещениях? То есть вот туалеты... А, вот мы вот тут, получается, входим. Вот это туалет. Мужской и женский. Вот тут еще должен туалет быть. И, получается, в этом офисе мы как раз-таки ходили. Вот в этот мы открыли... Выходит дверь. Ага. Ну ладно. Давай тогда посмотрим, что там будет. Можно было бы как раз-таки пойти и в дальний офис. Либо попробовать очистить... Вот те комнаты. Что там будет? Так, смотри. Немножко разного хлама. Но тут я ничего такого толкового не вижу. Поэтому давай, наверное, попробуем то помещение осмотреть. Которое мы открыли. Так. Смотри, тут есть кулер с водой. Что уже, в принципе, неплохо. И мы получили свежую воду. А это очень даже хорошо. Так. Ладно. Тогда внимательнее ходим. И смотрим, куда мы наступаем. Потому что, судя по всему, я... Ой, ёп! Привет. Давай тогда попробуем как-то по-тихому, что ли. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Не-не-не-не-не-не. Не надо. Слушай, он дверь ломает. И что мне делать? Так, ладно. Давай закрою вот эту ещё. Ёлки-палки. А, смотри, он открыл дверь. Точнее, её выбил. Так, ладно. Я пока с ним тут ходил. У меня маска успела подиспортиться. Блин, мне бы, конечно, противогаз нормальный не помешал. Там у нас ключ требуется. И, судя по всему, здесь нам тоже потребуется ключ. Конечно же, ключ потребуется. А, ну что ты будешь делать? Ну, тогда нам нужно убить будет этого зомби. Жалко, тут нельзя его сзади как-то добить по-быстрому. Ну, давай попробуем ему в голову стрелять из гвоздемёда. Что нам ещё остаётся? Так, привет. Отлично. Бля, ты ж ёлки-палки. Закрывай дверь. Закрывай. Отлично. Так, давай тогда срочно собираем всё, что тут будет. Он, кажется, там немножко затупил, поэтому... Он открыл дверь. Я слышал, как он открыл дверь. Так. Отлично. Угу. Ты ко мне идёшь? Надеюсь, нет. Ну, смотри. Тут можно его закрутить, поэтому не страшно, если даже он ко мне пойдёт. Так, давай тогда посмотрим, что будет в этих коробках. Но у нас маска начинает уже портиться, поэтому нам нужно быстрее заканчивать. Так. Отлично. Всякий разный мусор. Угу. Блин, я аж пилу с собой не взял. Ладно, пошли тогда на выход. В принципе, у нас уже много всего есть. Так что... Можно было бы даже... Я думаю, пробежать как-то мимо него. Привет. Отлично. Так. Давай, 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 давай. Совсем немножко осталось. Мужик, я в тебя верю. Ты сможешь... Да подожди ты! Мать твою... Успели? Вроде бы да. Да, успели. Фуф. Ну что ж. У нас теперь довольно много всяких разных хламов, но я все равно ничего не могу создать. Также у нас 28 всяких разных тряпок, и мы можем сделать себе еще одну маску, что в принципе неплохо. Так. А тут требуется проволока, поэтому, к сожалению, я не могу сделать медицинский станок. Но, смотри, можно было бы сделать себе рюкзак. Для этого требуется веревка. Так, давай тогда сделаем. То есть вот. Отлично. И вуаля, у нас теперь будет рюкзак. Отлично. То есть теперь... Вот он. Появился у нас на спине. Ну, слушай, неплохая такая торба. Вполне прикольно смотрится. Так. Что ж. Давай тогда выложим все, что мы тут насобирали. И в целом, я думаю, у нас получилось выжить какое-то время. Можно было бы даже поспать, отдохнуть и продолжить свое путешествие. А на этом, пожалуй, будем заканчивать. Ссылка на игру будет в комментариях под видео. И обязательно пишите, как вам сама игра. А на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте оставлять комментарии. Пока-пока и до скорого. Берегите себя и своих близких. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok